Як вас звати? Александр. А откуда вы? Запорижье. Скажите, пожалуйста, вы когда-то служили в армии? Нет, не довелось. Как вы сейчас попали на войну? Вы находитесь сейчас в одном из самых горячих таких точек. Как вы попали? Причина, да? Причина моей сестры рассказала подробно, как с Мариуполя привезли девчон 10-11 лет, изнасилованных, ну, как-то вот такой уже период подготовки внутри был, а это уже, наверное, был пик, как у меня самого сына, 16 лет. Вот, короче, так решился. И месяц отбивал пороги военкомата с Шевченковского. Не хотели брать меня, потому как был снят с учета в 20-м году. Ну, я сделал потерю, утерю военного билета. Завели новый мне военный билет, вставили на учет. 10 дней ущербки и сюда закинули сразу. Вы кем были в мирной жизни? Какая профессия у вас? Большую часть отработал по реставрации и индивидуального пошива обуви, а так перепробовал много. Стройка, водитель, ну, можно перечислять очень долго. Сколько пусков вы сделали? Боевых? Сколько боевых пусков вы совершили? Два. Два боевых пуска. Один, там получилась ракета, была уже взведена до нас, и у нее батарейка села. Она не произвела полный пуск, она ушла. А вторая поразила цель. То есть, на вашем счету добровольца, да, уже есть уничтоженная единица боевой техники? Что это было? БТР, наверное. Я не разбираюсь в них на колесах. На колесах? Наверное, БТР. То есть, он уничтожен? Сгорел, да. Сгорел, да? Как вам служба и война в рядах 79-й десантно-штурмовой выгоды? Честно, горячо. Страх, конечно, присутствует каждый день. Говорят, кто не боится дурачок. Ну, весело. С одной стороны. Ну, в жизни привыкши постоянно получать адреналин, ощущения. И, видимо, это то место, где его можно черпать и черпать. Вот так. Хотелось бы, конечно, чтоб закончилось все это.